Насчет выборов, кстати сказать, не в отношении Соединенных Штатов, не в отношении Германии, не в отношении Великобритании. Нас там тоже объявили, что мы весь Brexit затеяли. Во Франции были обвинения. Даже президент Франции выгнал из своего пула два российских средства массовой информации. Russia Today и Sputnik. Сейчас их пытаются записать в иностранные агенты в Соединенных Штатах. Но возвращаясь к Европе, шведы сказали, что они почти уверены, что мы будем вмешиваться в их выборы. Я уже упоминал Южноафриканскую республику, но ни единого факта никто не предъявил. Прокурор Мюллер в Вашингтоне предъявил первый результат своей работы. Много месяцев работал. Обвинили двух бывших сотрудников избирательного штаба Трампа за то, что они делали с президентом Януковичем, а искали русский след. То, что нынешнее украинское руководство оплачивало деятельность предвыборной штаба Хилари Клинтон, об этом же все тоже знают. Поэтому было бы желание, а повод найдется всегда. Повод найдется и испортить что-нибудь, и сделать так, чтобы остальным все тоже сделать трудно реализуемым. И найдется повод для того, чтобы нормально восстанавливать отношения.